Продолжение следует... 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 В прошедшие годы расходы на строительство и реконструкцию федеральных автомобильных дорог были существенным образом сокращены, но при этом они составили порядка 180 миллиардов рублей. Несмотря на это, нами было введено более 420 километров дорог, в том числе более 50 километров скоростных. Завершена реконструкция 12 мостовых сооружений, построено около 260 километров линий электроосвещения, 55 километров барьерных ограждений. Более четверти построенных участков были введены в эксплуатацию досрочно. Хочется отметить завершение первого этапа строительства обхода поселка Тарасовки на трассе Холмогоры. Ввод в эксплуатацию участков дорог Сартовала, Лена, Усури, Вилюй, подъезда к морскому порту Усть-Лугов, путепровода на пересечении Московского Малого Кольца с киевским направлением железной дороги. На трассе в Кавказ введен в эксплуатацию Рохский туннель длиной почти 4 километра, а также участки протяженностью более 50 километров, включая обходы Пятигорска и Гудермеса в Чеченской республике. После ремонта и капитального ремонта за прошлый год введено в эксплуатацию около 9 тысяч километров федеральных автомобильных дорог. И по итогам 2015 года уже более 64% от их протяженности соответствуют нормативным требованиям, при том, что годом ранее этот показатель составлял немногим более половины. По данным официальной статистики ГИБДД, общее количество дорожно-транспортных происшествий на федеральных дорогах, в которых дорожные условия отмечены как сопутствующий фактор, за год снизилось почти на 7%. Число погибших таких ДТП уменьшилось на 10,5%, а количество раненых снизилось на 7,3%. Также в 2015 году мы перешли к практической реализации поставленной правительственным задачи по введению системы взимания платы за счет вреда, причиняемого транспортными средствами массой свыше 12 тонн. Она решает задачи по уменьшению нагрузок на федеральные трассы, созданию справедливой конкуренции между перевозчиками в интересах конечных потребителей, наших граждан. Введение системы – это первый шаг к переходу на цивилизованный современный принцип эксплуатации транспортной инфраструктуры, пользователь платит, а также к балансу всей транспортной системы. Оптимизируются грузопотоки, используется потенциал всех видов транспорта, в том числе и внутренние водные пути. Слаженные действия оперативно реагирования на запросы пользователей позволяют говорить о том, что сегодня Платон работает абсолютно в штатном режиме. Зарегистрировано более 600 тысяч пользователей. В системе собрано более 6 миллиардов рублей в федеральный бюджет. Уважаемые депутаты, содержание и развитие региональных и местных дорожных сетей, поддержка регионов в этой нелегкой работе всегда находится в фокусе нашего внимания и является одним из наших приоритетов. Необходимо отметить, что существенное увеличение объемов и направление предоставления межбюджетных трансфертов субъектом Российской Федерации было в прошлом году. Направлено около 150 миллиардов рублей. Это более чем в 2,5 раза выше, выделенных в 2014. Часть из трансфертов в размере более 60 миллиардов рублей целенаправленно предназначалась для выполнения региональных программ по решениям правительства. Но вот здесь, уважаемые депутаты, не могу не отметить, что многие субъекты федерации, как, например, Иркутская, Тверская область, не в полном объеме, еще 18 областей примерно, не в полном объеме используют средства, собранные в региональные дорожные фонды. И таких средств примерно столько же, сколько государство дало дополнительно, то есть около 60 миллиардов. На это просил бы обратить особое внимание. Поддержка из средств федерального бюджета позволила завершить в течение года строительство и реконструкцию участков автомобильных дорог регионального и местного заводчения общей протяженностью 3000 километров. Но мы бы сделали гораздо больше, если бы субъекты не выводили эти деньги из региональных и муниципальных дорожных фондов. Наиболее значимым из завершенных в прошлом году региональных проектов является мост через реку Енисей, мостовой переход через Волгу в Балаково и Саратовской области. Особо хочу отметить еще один региональный проект – мостовой переход через реку Надым в Ямало-Ненецком автономном округе, являющийся одним из важнейших участков проекта северного широтного хода. В прошлом году открыто движение по его автомобильной части. За счет субсидий с федерального бюджета были построены и реконструированы подъезды с твердым покрытием к 176 сельским населенным пунктам. Безусловно, знаковым событием для всей страны стало начало работ по строительству транспортного перехода через Керченский пролив. За год был выполнен огромный комплекс подготовительных работ. Завершено строительство первого рабочего моста длиной 1200 метров. А в феврале этого года подрядчик уже приступил к выполнению основных строительно-монтажных работ. И вчера, 12 апреля, возведена первая опора моста через Керченский пролив. Уважаемые депутаты, 2014-2015 годы стали рекордными по объему перевозок пассажиров за всю историю российской гражданской авиации. Ежегодно перевозилось более 90 миллионов человек. Однако закрытие воздушного сообщения с Украиной, Турцией, Египтом, уход с рынка, второе повелечение компании Transair, конечно же, оказали влияние на отрасль, хотя и не такое сильное и негативное, как можно было бы ожидать. Объем перевозок сократился, но всего лишь порядка 1%. Полностью были выполнены обязательства перед двумя миллионами пассажиров Transair. Мировая авиация, кстати, не знает таких примеров. Это была уникальная по своей четкости и организованности программа совместных действий. На воздушном транспорте наиболее ярко проявились результаты нашей работы по обеспечению доступности транспортных услуг на социально значимых маршрутов. Так, с государственной поддержкой удалось перевезти за год полтора миллиона пассажиров, а всего субсидировалось порядка 300 маршрутов. На эти цели из федерального бюджета были выделены средства в размере более 9 миллиардов рублей. И по итогам года на долю перевозок на внутренних воздушных линий приходится уже 57% от всего авиационного трафика, при том, что совсем недавно это было меньше половины, 47%. Всего на внутренних воздушных линиях в прошлом году было перевезено более 52 миллионов пассажиров, что почти на 14% больше 2014 года. Также существенно на 6,5% вырос объем перевозок и на местных воздушных линиях. По результатам реализации программ субсидирования мы считаем, что необходимо и дальше развивать это направление, в том числе в целях сохранения маршрутной сети в удаленных и труднодоступных регионах. И призываем регионы, субъекты Российской Федерации, к активному участию в формировании таких программ и софинансировании этих маршрутов. Еще одной мерой поддержки стало снижение по инициативе правительства ставки НДС на внутренние перевозки с 18 до 10%. Принятие закона о невозвратных тарифах создало предпосылки к появлению низкобюджетного перевозчика авиакомпании «Победа». И в прошлом году в среднем тарифы этой компании были на 60% ниже, чем у других авиакомпаний по тем же маршрутам, что обеспечило и пятую позицию в рейтинге перевозчиков, и по итогам 2015 года «Победа» перевезла 3 миллиона пассажиров. Обеспечить рост перевозок невозможно без полномерной работы по строительству и реконструкции аэропортовой и аэродромной инфраструктуры. В прошлом году наши усилия были сосредоточены в аэропортах Дальневосточного федерального округа, Байкальского региона, Арктической зоны, а также городов, принимающих чемпионат мира по футболу. В рамках подготовки и проведения встреч глав государства правительств БРИКС и ШОС открыт новый международный терпенал в Уфе. Завершена реконструкция аэродромных комплексов в городах Абакане, Архангельске, Игарке, Минеральных водах, Владикавказье и Махачкале, взлетно-посадочные полосы в Волгограде. Введены в эксплуатацию новый арктический аэропорт в поселке Сабета, пассажирский терминал в Самаре и аэровокзальный комплекс Пулково-1 после реконструкции. Все эти проекты были реализованы без привлечения бюджетных средств. В целях сохранения развития наземных аэропортов и инфраструктуры трудонаступных северных территорий реализуется программа субсидирования семи федеральных казённых предприятий, включающих в себя 66 региональных и местных аэропортов, а также 15 посадочных площадок. Несмотря на неблагоприятную экономическую обстановку, по итогам 2015 года на железнодорожном транспорте объём перевоза грузов составил более 1,2 млрд тонн, что примерно то же, что в 2014 году. Построены почти 120 км дополнительных главных путей и новых железнодорожных линий. Капитальный ремонт и реконструкция выполнены почти на 5000 км железных дорог. В рамках масштабной модернизации БАМа и Транссиба уже ведутся строительно-монтажные работы более чем на 480 объектов. По 380 выполняются пока проектные взыскательские работы. Открыто рабочее движение к столице Якутии на участке Тамуд в Ниждебестях. Продолжается расширение модернизации участков Междуреченск-Тайшет, раскрывающего выход Кузбасса на Транссиб, развитие подходов к портам Балтийского залива. Для обеспечения железнодорожного сообщения с Крымом при росте перевозок в сторону Азово-Черноморского бассейна продолжается строительство вторых путей от Волгограда до Краснодара с обходом Краснодарского узла. Ведётся строительство железнодорожных подходов к Керченскому мосту как с Таманской, так и с Крымской стороны. Открыто рабочее движение на линии Нарын-Лугакан в Забайкальском крае. Ускоренными темпами идёт реконструкция развития Малого кольца Московской железной дороги. Уже в этом году она будет запущена в эксплуатацию, и услугами дороги смогут воспользоваться не менее 250 миллионов пассажиров в год. Подписан меморандум с нашими китайскими партнёрами по проекту высокоскоростной магистрали Москва-Казань. Пригородные железнодорожные перевозки, на которые приходится более 90% от объёма всех пассажиров железнодорожным транспортом, тоже занимают важную роль в транспортном обеспечении. В прошлом году с целью оказания поддержки регионам Российской Федерации установлен льготный, фактически нулевой инфраструктурный тариф. И с вашей поддержкой, уважаемые депутаты, внесены изменения в налоговый кодекс, предусматривающий установление нулевой ставки по НДС по пригородным перевозкам. Общий объём федеральной поддержки в прошлом году составил порядка 42 миллиардов рублей. И хочу обратить внимание, что такой высокий уровень прямой федеральной поддержки впервые достигнут за всю историю пригорода. Несмотря на принятые на федеральном уровне меры, по итогам 2015 года выпадающие доходы пригородных компаний составили более 12 миллиардов. При этом субъектами Российской Федерации, в чьих полномочиях по 184-му закону и ответственности находятся пригородные перевозки, кто является фактически их заказчиком, а иногда и собственником пригородных компаний, а также принимает решения об уровне тарифов для населения, перечислено менее 10 миллиардов рублей. В текущем году уровень федеральной поддержки сохранён в полном объёме, тоже более 40 миллиардов рублей, хотя для этого, к сожалению, пришлось перераспределить федеральные средства с инвестиционных проектов. В дальнем следовании продолжено субсидирование по перевозке пассажиров пласткартных общих вагонов в направлении Калининграда. Сохранены льготные условия проезда для школьников и студентов. Следует отметить, что в декабре прошлого года, опять же, при вашей активной поддержке, принят федеральный закон, предусматривающий ставку НДС в размере 10% на перевозке пассажиров и багажа в дальнем следовании. И это позволило сэкономить почти 9 миллиардов рублей и дать возможность федеральной пассажирской компании закупить новые вагоны на сумму более 10 миллиардов рублей. Я хотел бы искренне поблагодарить вас, уважаемые депутаты, за системную поддержку в таком социально значимом вопросе, как пассажирские перевозки. Значительную роль в повышении конкурентноспособности транспортной системы играют морские порты. В прошлом году объём перевалки грузов морских портов составил 680 миллионов тонн, на 6% больше. Прирост перегрузочных мощностей составил более 23 миллионов тонн. Продолжались мероприятия по развитию инфраструктуры в морских портах Мурмус, Собета, Калининград, Большой порт Санкт-Петербург, Усть-Луга, Петропавловск-Камчатский, Ванино, Восточный, Новороссийск, Тамань и Тимрюк. Объём перевозок через порты и пункты в акватории Северного морского пути в прошлом году также составил около 5,5 миллионов тонн грузов. И за прошлый год администрации Северного морского пути выдано 715 разрешений на плавание в акватории СМП. Продолжается обновление и нашего ледокольного флота. В прошлом году он попугался двумя дизель-электрическими ледоколами нового поколения Владивосток и Мурманск. Наша работа по стимулированию регистрации судов под национальным флагом позволила их довести уже более чем до 900 количества таких судов. Безусловно, мы ещё не в полной мере используем такой естественный транспортный потенциал, как внутренние водные пути. Работа в этом направлении была активизирована. В результате февраля уже от текущего года правительством утверждена стратегия развития внутреннего водного транспорта. Принятые в этом году Государственной Думой изменения в кодекс внутреннего водного транспорта позволят предстоящей навигации упростить процедуру принятия решений об ограничении судоходства в связи с маловодностью. Прошу депутатов Государственной Думы поддержать этот весьма важный для отрасли проект. Количество пассажиров, перевезённых в 2015 году автомобильным и городским электрическим транспортом, составило около 18 миллиардов человек, 94% от общего объёма всех пассажирских перевозок. И в июле 2015 года был принят давно ожидаемый и крайне необходимый всем органам власти закон о организации регулярных перевозок. Примером проектного подхода к вопросу комплексного развития транспортной инфраструктуры является проводимая нами работа по развитию Московского и Санкт-Петербургского транспортных узлов. Также в прошлом году состоялось открытие нового Цвиярского мультимодального логистического комплекса в Республике Татарстан. Уважаемые депутаты, трагические события с пассажирами рейса авиакомпании «Когалымавиа», членами экипажа грузового самолёта компании «Волга-Днепр», ставшими жертвами бесчеловечных актов агрессии со стороны террористов, а также недавние теракты в брюссельском аэропорту метро, ещё раз напоминают нам о необходимости сделать всё возможное для обеспечения безопасности и сохранения жизни и здоровья наших граждан на транспорте. В условиях растущих транспортных потоков вопросы комплексной безопасности транспорта Российской Федерации являются нашим приоритетом. В Министерстве создано функционирует единая государственная информационная система обеспечения транспортной безопасности. Продолжается работа по категорированию, утверждению оценок уязвимости и планов обеспечения транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств. Особое внимание мы уделяем этим вопросам при строительстве моста через Керченский пролив. Осуществление этих мер в целом позволило в прошлом году снизить число актов незаконного вмешательства на объекты транспортного комплекса почти в 4,5 раза, а привело к снижению происшествия на единицу транспортных средств на 13% к уровню 2014 года. Достижение поставленных целей отрасли невозможно без реализации комплексных мер государственного регулирования. В прошлом году президентом страны было подписано 18 федеральных законов в сфере транспорта, и во многом этот результат стал возможен благодаря конструктивному рассмотрению законопроектов Государственной Думы. Хочу поблагодарить вас за такую совместную работу. Проведена большая работа по разработке нормативных правовых актов в сфере обеспечения доступности транспортных услуг для инвалидов. Особое внимание мы уделяем инновационному и научно-техническому аспекту. Здесь не могу не сказать о системе реагирования Эрик Ланас, которая позволила создать новую высокотехнологическую навигационную отрасль страны, а России стать одним из мировых лидеров в сфере гуманного применения спутниковых технологий. Теперь позвольте коротко рассказать о наших планах на этот год. Основными приоритетами для нас остаются сохранение доступности, качества и безопасности транспортных услуг для населения, а также стабильная и безопасная работа транспортной инфраструктуры. В дорожном хозяйстве мы ведем работу по проведению нормативных состояния федеральных трасс, также дорожной инфраструктурой Чемпионата мира по футболу. Продолжается строительство транспортного перехода через Керчевский пролив и участков транспортного коридора Европы-Западной Китай, в том числе Центральной кольцевой автомобильной дороги и трассы М-11 Москва-Санкт-Петербург. На воздушном транспорте планируется ввести в эксплуатацию аэропорт Раменская Московского авиазла, способный ослужить до 3 миллионов пассажиров в год. Аэропорт Волгограде начать строительство нового терминала аэропорта Симферополь, который позволит обслуживать уже более 7 миллионов пассажиров в год. В прошлом году он обслужил 5. Продолжается масштабная модернизация аэропортов в Нижнем Новгороде, Калининграде, Воронеже, Петропавловске-Камчатском, Норильске, Нижнекамске, Ульяновске, Хабаровске, Воронеже, Якутске, а также строятся абсолютно два новых аэропорта в Саратове и Ростове-на-Дону. На железнодорожном транспорте в настоящее время реализуется беспрецедентное в постсоветской истории количество проектов по развитию инфраструктуры. До 2020 года будет введено порядка 2500 километров новых линий и дополнительных главных путей. А на морском транспорте ведется работа по увеличению количества судов под российским флагом, развитие морских портов Аля, Тамань, Сабета, а также инфраструктуры Северного морского пути. Реализуются комплексные транспортные проекты по развитию подхода к Мурманскому транспортному узлу, станции Находка Восточный и Новороссийска. В заключении, уважаемые депутаты, еще раз хочу поблагодарить все фракции Комитета Государственной Думы, особенно наших коллег из Комитета по транспорту, профильного комитета, за конструктивный подход к вопросам развития такой важной отрасли, как транспорт, за поддержку наших инициатив и согласованную работу. Хочу и от имени своих коллег, присутствующих в этом зале, от себя лично заверить, что на любые экономические и политические вызовы времени наши транспортные отрасли готовы достойно ответить и выполнить все стоящие перед ней задачи. Благодарю вас за внимание и готов ответить на ваши вопросы. Спасибо, Александр Юрьевич. Присаживайтесь, пожалуйста. Я приглашаю к микрофону Валерия Николаевича Богомолова, аудит расчетной палаты России. Спасибо. Максим Юрьевич практически подарил мне две минуты, если могу так выразиться. Нам, не вам. Уважаемый Сергей Евгеньевич, уважаемые коллеги, я при всех хороших результатах, о которых говорил Максим Юрьевич, я хочу начать свое выступление с вывода. По мнению счетной палаты, в современных финансово-экономических условиях Минтрансу и подведомственным агентствам все же необходимо принять более действенные меры по эффективному использованию бюджетных ассигнований, направляемых на содержание и развитие транспортной инфраструктуры. По итогам 2015 года из утвержденных Минтрансу, подведомственным агентствам и службе бюджетных ассигнований не использовано, это бюджетное ассигнование в сумме 969 миллиардов рублей не использовано 33,8 миллиарда рублей. В процентном отношении как будто бы ерунда, но это все-таки 33,8 миллиарда рублей. Наибольшие суммы неиспользованных ассигнований имелись в Росавиации 15,9 миллиарда рублей, в Росавтодоре 13,5 миллиарда рублей, в Росжелдоре 3,1 миллиарда рублей. В общем объеме неиспользованных бюджетных ассигнований 54% составляют средства, предусмотренные на капитальные вложения в объекты инфраструктуры, 32,5% это средства предусмотрены на предоставление межбюджетных трансферов с объектом Российской Федерации, в основном на обеспечение дорожной деятельности. Росавиации в 2015 году не в полном объеме использовано бюджетное ассигнование на государственную поддержку доступности воздушных пассажирских перевозок, в том числе с Дальнего Востока в европейскую часть страны и обратно 22%, из Калининграда в европейскую часть страны и обратно 10%. В прошедшем году, как и в 2014 году, кассовое исполнение по некоторым направлениям расходов осуществлялось неравномерно. Так, Росавтодором основная часть межбюджетных субсидий на строительство и реконструкцию автомобильных дорог регионального значения предоставлялись в конце финансового года. В четвертом квартале 2015 года бюджеты субъектов перечислено 38 млрд рублей, или 62% общего объема. При этом необходимо отметить, что половину указанных средств субъекта получили лишь в декабре месяце. Приведу несколько примеров. Из предоставленных 7,7 млрд рублей субсидий на подготовку дорожной инфраструктуры к Чемпионату мира по футболу, 5,4 млрд рублей выделены были в четвертом квартале 2015 года, из которых одна треть доведена в декабре. Хуже обстоят дела по федеральным целевым программам устойчивого развития сельской территории и развития Калининградской области, где в четвертом квартале предоставлено 89% и 100% софинансирования. Ради истины надо сказать, что одной из причин доведения финансирования до региональных бюджетов в конце года является в том числе позднее предоставление администрациями субъектов необходимых документов. Росжилдором на низком уровне исполняются расходы на развитие железнодорожной инфраструктуры за счет средств инвестиционного фонда. Так, в 2015 году расходы на создание инфраструктуры для освоения минерально-сырьевых ресурсов юго-востока Забайкальского края исполнены только в объеме 35%. На организацию скоростного движения пассажирских поездов на участке Санкт-Петербург-Бусловская-Октябрьская железнодорога – 48%. Причинами, повлиявшими на сроки реализации инвестиционных проектов, стали невыполнение генеральными подрядчиками обязательств по государственным контрактам, а также затянувшиеся процедуры изъятия земельных участков. Правительством в 2014 году утверждены нормы финансовых затрат на содержание внутренних водных путей и судоходных гидротехнических сооружений. Однако Минтрансам до настоящего времени правила содержания водных путей и правила содержания судоходных гидротехнических сооружений не утверждены, хотя это предусмотрено Кодексом внутреннего водного транспорта. Росморричфлотом вместо утверждения государственных заданий на проведение дноуглубительных работ предусматривалось по отдельным бассейнам проведение капитального ремонта судовых ходов водных путей. В результате основной объем дноуглубительных работ все равно выполнялись филиалами администрации внутренних водных путей, но при этом коммерческие фирмы, выигравшие конкурс на проведение капитального ремонта, получили доход, практически не выполняя никаких работ. Это около 28 миллионов рублей. Кроме того, Росморричфлотом допускались нарушения условий предоставления субсидий, а получателем субсидий – порядка их использования. Это свидетельство о подсутствии должного контроля со стороны указанного агентства за целевым использованием предоставленных субсидий. При формировании федерального бюджета Минтрансом и подведомственными агентствами недостаточное внимание уделялось вопросам проверки наличия правоустанавливающих документов, необходимых для реализации инвестиционных проектов, анализу возможностей освоения бюджетных средств в планируемом году. В результате бюджетные средства используются не в полном объеме и образуются значительные остатки. В частности, по этой причине в Акционерном обществе российской железной дороги в последние годы сформировался остаток взносов в уставной капитал в сумме около 60 миллиардов рублей. Причем по состоянию на 1 июля 2016 года имеются остатки бюджетных инвестиций, перечисленных еще в 2013 году на реализацию проекта по развитию железнодорожной инфраструктуры на участке Междуреченц-Тайшет. Из общей суммы бюджетных инвестиций, предоставленных ОАО РЖД в июле 2015 года, в объеме 62 миллиардов рублей, на конец года было освоено только 30 миллиардов рублей или 48%. Эффективность бюджетных инвестиций в развитие дорожной и транспортной инфраструктуры снижается из-за недостаточной взаимовязки сроков реализации инвестиционных проектов. В 2015 году на реализацию инвестиционных проектов по развитию транспортной инфраструктуры направляли средства Фонда национального благосостояния. Однако, по отдельным предметам, проектам решения о привлечении средств ФНВ должным образом не прорабатывались. Так, график финансирования проекта модернизации железнодорожной инфраструктуры БАМа и Трансиба составлен без учета фактических сроков подготовки документов, необходимых для его реализации. В 2015 году средства ФНВ в сумме 50 миллиардов рублей были выделены РЖД при отсутствии проектно-смертной документации и результатах технологического и ценового аудита на часть объектов строительства. По этой причине ранее названные средства в 2015 году по целевому назначению не использовались за исключением 3,7 миллиарда рублей. По состоянию на 1 декабря 2015 года из 88 объектов, на которые предусматривалось выполнение строительно-монтажных работ в 2015 году, на 30 объектах работы не проводились. На остаток средств ФНВ в 2015 году начислены проценты в сумме 4,2 миллиарда рублей, которые учитываются РЖД в составе доходов от финансовой деятельности и расходуются в рамках введения текущей хозяйственной деятельности. В госкомпании «Автодор» не обеспечены эффективно использованные средства Фонда национального благосостояния, привлеченных для финансирования строительства ЦКАД. Средства ФНВ, привлеченные на вышеуказанные цели, в течение длительного времени по целевому назначению не использовались. По состоянию на 31 декабря 2015 года из 21,7 миллиарда рублей, полученных на финансирование строительства ЦКАД, 9,1 миллиарда рублей не использованы, а использованные средства в сумме 12,6 миллиарда рублей были перечислены в октябре 2015 года в качестве аванса исполнительных работ по пусковому комплексу номер 1 ЦКАД. При этом сумма аванса значительно превышала объемы подрядных работ 2015-2016 года, установленных календарным графиком. Кроме того, на конец года имелась значительная девяторская задолженность по авансам, перечисленным за счет средств субсидий исполнителя работ ООО «Кольцевые магистрали» на строительство пускового комплекса номер 5. Основными причинами неиспользования в 2015 году средств из фонда ФНБ срыв сроков начала работ по строительству пускового комплекса номер 1, перенос сроков проведения конкурса по отбору исполнителя конституционного соглашения как следствие начала реализации проектов и не начала реализации проектов по пусковым комплексам 3 и 4. При этом сумма процентов полученных госкомпаний по привлечению средств ФНБ составила 1,2 млрд. рублей. Минтрансу и подвергнутым учреждениям необходимо принять эффективные меры с целью недопущения роста, а также снижения объемов незавершенных строительства и дебюторской задолженности. По состоянию на 1 января 2015 года объем незавершенного строительства по росту автодора составил 480,5 млрд. рублей, а уже за 9 месяцев отчетного года вырос до 503 млрд. рублей. За 2015 год дебюторская задолженность Федерального дорожного агентства увеличилась практически вдвое и составила 99,4 млрд. рублей. Я благодарю за внимание, я осветил только небольшую толику тех проблем, которые стоят перед Министерством транспорта. Уважаемые коллеги, вы можете почитать наши отчеты, там много всего интересного. Спасибо. Присаживайтесь, пожалуйста, переходим к вопросу. Николай Васильевич Кламейцев. Уважаемый Максим Юрьевич, не хотелось бы принижать деятельность действительно транспортников. Делаете вы много, но есть ряд серьезных вопросов. Прежде всего, вот вы сказали, 10 млрд. перечисляется на пригородные компании. В этом году опять произошел скачок тарифов на пригородные сообщения на электричке. Во многих местах значительно. Но анализ показывает, что себестоимость этого тарифа входит до 80% в стоимость аренды железной дороги. Может, все-таки вернуть его под государственное лоно. Это позволит и социальную напряженность снять, и вопросы другие порешать. Кроме того, вы знаете, что, к сожалению, больше всего от санкций страдает Крым. И сегодня созданное там государственное университетное предприятие «Крымские морские порты» как раз сокращает значительную часть сотрудников, что вызывает социальную напряженность в градообразующих предприятиях. Спасибо, уважаемый Николай Васильевич, за ваш вопрос. Начну ответ со второго. Что касается крымских морских портов, они находятся под управлением непосредственно правительства Республики Крым. И такой острой проблемы с увольнениями, насколько нам известно, в Минтрассе пока не существует. Но в любом случае понятно, что оборот этих портов по понятным причинам, в связи с тем, что сегодня они не могут работать на внешний рынок ввиду санкционного режима, он ограничен. Теперь, что касается пригородного железнодорожного сообщения. Хочу еще раз обратить внимание, что в соответствии с 184-м федеральным законом, принятым еще в прошлом веке, в 1999 году, полномочия и ответственность за организацию пригородных перевозок, в том числе и установление тарифа, это полномочия субъектов Российской Федерации. И если говорить об объемах поддержки со стороны Федерации и самих субъектов, в чем ответственности находятся пригородные железнодорожные перевозки, то баланс здесь однозначно в пользу Федерации. По прошлому году 42 миллиарда со стороны Федерации и всего лишь чуть менее 10 миллиардов со стороны субъектов Российской Федерации. А должны были почти 12. Поэтому, что хочу сказать, что очевидно, субъектам Российской Федерации, главам субъектов, необходимо по-другому приоритизировать свои задачи в области организации транспортного сообщения. Именно поэтому, по поручению правительственной комиссии, все субъекты Российской Федерации в прошлом году сформировали транспортные планы обслуживания населения на территории своих регионов, представили их в Министерство транспорта. 81 такой транспортный план мы уже утвердили. И я надеюсь, что субъекты будут строго соблюдать его, соблюдая баланс между пригородными железнодорожными, автобусными, ну а там, где есть такая возможность, и внутренними водными перевозками, обеспечивая необходимую социальную стабильность и транспортную доступность своих внутрирегиональных территорий. Спасибо. В последние годы МИТРАНС по просьбам населения и активной поддержке ЛДПР проделали большую работу по ремонту федеральной автомобильной трассы на север, Тюмень-Сургут. Спасибо, что слышите нас. Уралавтодор недавно из Москвы прислали нового руководителя. Очень надеемся, что когда в последующие годы спецпользы ЛДПР будут ехать двой трассы Тюмень и Шим-Омск, мы увидим приведенную нормальное состояние в федеральную трассу, а не направление для марш-броска танкового батальона. ЛДПР предлагало выпустить инфраструктурные облигации, чтобы профинансировать и сделать четверхполосную с разделительными ограждениями дорогу с запада России до Владивостока. Песок, щебень, битум сегодня, рабочие руки – это все российское. И это был бы реальный, серьезный и нужный для страны и экономики проект. Для многих трасслей народного хозяйства он может стать локомотивом их роста. Как вы относитесь к идее по выпуску целевых облигаций, которые выкупит Центральный банк, вернув тем самым русские деньги из иностранных активов в российскую экономику? Что вам или кто может помешать реализовать данный транспортный проект? Спасибо, уважаемый Владимир Владимирович, за оценку наших действий по приведению в нормативное состояние сети федеральных дорог. Хочу еще раз обозначить цифру. По итогам прошлого года она составила 64%. Кстати, немногим более трех лет назад это было меньше 40%. И, как я уже говорил, к 2019 году мы обеспечим 100% нормативное содержание всех наших федеральных дорог. То есть осталось ждать не так уж и много. Но что касательно уральских территорий, здесь как раз хочу привести в пример и поблагодарить вашего тезку, губернатора Тюменской области, который не только сам приводит региональную сеть в нормативное состояние, но в том числе помогает и федералам приводить федеральные дороги в хорошее состояние. И здесь мы видим единственный в стране пример обратного движения средств из региональных дорожных фондов в федеральный для скорейшей начала реализации тех проектов, в том числе обустройства четырехполосной дороги на подходах непосредственно к Тюмени. Что касается внебюджетных источников, хочу сказать, что сегодня в нашей дорожной отрасли по федеральным проектам уже заключено 12 проектов контрактов жизненного цикла, где инвесторы участвуют своими деньгами в строительстве и дальнейшей эксплуатации дорог. Также проектные облигации выпускаются в том числе и государственной компанией «Автодор» для реализации своих проектов у нее на балансе более двух тысяч километров дорог. Но есть и региональные проекты, которые активно используют механизм государственно-частного партнерства. В первую очередь это западный скоростной диаметр, он в полном объеме, в Станкт-Петербурге, он в полном объеме, 46 километров, будет введен в этом году с тремя мостами через Неву и ее притоки, и там тоже использована модель привлечения внебюджетных источников и выпуск так называемых инфраструктурных облигаций. Спасибо. Спасибо. Илья Евгеньевич Костунов. Уважаемый Максим Юрьевич, в своем выступлении Вы упомянули о федеральной поддержке дорожного строительства в регионах, упомянули строительство сельских дорог. Как Вы в нынешних условиях оцениваете возможности по государственной поддержке из федерального бюджета социально важных для субъекта Российской Федерации и его жителей дорожных объектов? И какие можете выделить приоритеты? Уважаемый Илья Евгеньевич, я уже говорил о том, что по итогам 2015 года объем федеральной поддержки на проекты регионального развития дорожной сети составил порядка чуть меньше 150 миллиардов рублей. Это, в общем, беспрецедентная сумма. В первоочередном плане эти средства были направлены на начало строительства и завершение строительства и реконструкции мостовых сооружений. И эти мостовые сооружения я называл. Сейчас региональные мосты строятся и в Татарстане, и будут введены в этом году, и в Татарстане через реку Кама, и в Уфе через реку Белая, в Удмуртии через реку Камбарка, и также много других региональных проектов получают поддержку из федерального фонда в виде субсидий и трансфертов. По решениям Президиума Госсовета в Новосибирске осенью 2014 года на эти цели была направлена мера по увеличению акцизов 1 рубль, и все эти средства, собранные в Федеральный дорожный фонд около 60 миллиардов рублей, были полностью перечислены на поддержку региональных проектов, в том числе и обходов городов. Также средства, собираемые системой взимания платы с 12 тоников Платон, тоже в полном объеме будут направлены на поддержку региональных проектов. Мы рассчитывали, что соберем порядка 40 миллиардов, но с учетом правительственных решений в этом году эта сумма будет существенно меньше. Надеемся, что за следующего года для субъектов это будет еще один новый мощный ресурс в реализации их проектов, как государственного частного партнерства, так и ликвидации инфраструктурных ограничений на региональной муниципальной дорожной сети. Спасибо. Спасибо. Олег Анатольевич Нилов. Уважаемый Максим Юрьевич, на прошедшем недавно Госсовете, посвященном безопасности движения по дорогам России, одна из инициатив, в том числе Ваша, была поддержана президентом, где речь идет о направлении всех штрафов, собираемых в Россию, в дорожный фонд. Судьба этого законопроекта, мы ждем, действительно готовы оперативно его рассмотреть. Считаю, что можно и должно подать поправку, и буду это делать, чтобы и сборы от парковки тоже напрямую поступали в дорожный фонд. Можете ли Вы оценить сумму, которую дополнительно получит дорожный фонд, и достаточно ли будет этой суммы для того, чтобы принять такое судьбоносное решение об отмене транспортного налога? Спасибо. Спасибо, Олег Анатольевич, за вопрос. На самом деле протокол президиума Госсовета, состоявшегося в Ярославле, который подписан недавно, по-моему, вчера, и еще даже не поступил в Министерство транспорта. Но действительно такое решение там обсуждалось, и, насколько я знаю, оно нашло свое отражение в протокольном решении. Эти средства действительно будут направляться, средства от штрафов за нарушение правил дорожного движения, в региональные дорожные фонды. По нашим оценкам, хотя, конечно, статистика здесь у ГИБДД, Минтранск к этому отношения до этого не имел, примерно порядка, может быть, где-то 70 миллиардов рублей, но хотя эту цифру надо уточнить уже, будет по итогам исполнения этого поручения и, конечно же, прохождения соответствующего законопроекта, который, безусловно, мы все вместе будем готовить. И эти средства будут направляться на, из уже региональных дорожных фондов, исключительно меры, связанные с безопасностью дорожного движения. Это не только, конечно, обучение водителей и, в том числе, просветительская работа в школах, это и создание соответствующих надземных пешеходных переходов, светофоров, окраска разделительного барьерного ограничения между полосами и многое-многое другое, исправление профиля дороги, там, где он кривой. Поэтому здесь надо будет делать, очевидно, после принятия соответствующего закона, отдельную программу по использованию этих средств, но это тоже будет дополнительным ресурсом поддержки регионов и региональных дорожных фондов. Что касается сбора платы с парковок, здесь необходимо все очень тщательно взвесить. Все-таки это полномочия субъектов Российской Федерации, это их источник дохода, это достаточно косвенно связано с дорожной сетью, все-таки парковка уже находится за пределами общедоступных дорог. Поэтому здесь, я думаю, что на площадке Государственной Думы, нашего профильного комитета по транспорту, мы можем организовать широкое обсуждение с регионами. Спасибо. Спасибо. Денис Николаевич Вороненков. Уважаемый Максим Юрьевич, я в Государственной Думе представляю Нижегородскую область. У нас, как везде в России, в основном место дорог направления, а снег в лучших традициях сходит весной вместе с асфальтом. В самом Нижнем Новгороде две реки, Ака и Волга, разделяют Нижний Новгород на Нагорную и Заречную части. Их соединяют мосты, объекты повышенной опасности, транспортные артерии города, по которым каждый день передвигаются десятки тысяч автомобилистов. И вот один из них у нас, Молитовский мост, он прохудился. Требуется немедленный капитальный ремонт. Каждый день на нем происходит ДТП. Область денег не дает. Город находится в состоянии незатухающей волны с областью. По предварительным данным, там требуется полмиллиарда рублей на капитальный ремонт. Их найдут, когда произойдет какая-нибудь чрезвычайная ситуация. Но не лучше ли предотвратить ее и выделить эти деньги заранее? Спасибо за вопрос. Конечно же, в каждом субъекте есть свои яркие проблемы. Но по итогам, в том числе моей поездки в Нижний Новгород, которая состоялась совсем недавно, мы видим, что наиболее значимым проектом, обеспечивающим связь левого и правого берега через Волгу Нижнего Новгорода, является строительство дублера Борского моста. Этот объект достаточно серьезный, представляет собой переход более километра через основной мост, через километр, а в целом еще больше, с учетом подходов, почти 7 километров. И он, в принципе, находится в высокой степени готовности. Мы по итогам совместной работы приняли решение, и надеюсь, что правительство Российской Федерации нас поддержит, на этот мост направить 600 миллионов рублей дополнительно, чтобы в скорейшем времени завершить его ввод в эксплуатацию. Более того, в этом году также завершается еще один проект, реализуемый с поддержкой из федерального бюджета, федерального дорожного фонда, это строительство третьей очереди обхода Нижнего Новгорода от дороги на Саранск и далее с выходом уже на трассу М7. Здесь тоже объем федеральной поддержки существенный, более миллиарда рублей за все время, и этот объект будет введен в эксплуатацию уже осенью этого года. Поэтому вот эти два проекта, которые реализуются с федеральной поддержкой, являются, по мнению губернатора Нижегородской области, наиболее приоритетными. Реализуем эти проекты, будем обсуждать поддержку дальше. Спасибо. Спасибо. Сергей Михайлович Катасанов. Максим Юрьевич, Россия – это уникальная страна, и, наверное, по количеству богатств она преобладает во всем мире. Но самое главное, на мой взгляд, богатство – это наше очень выгодное территориальное расположение. Но, к сожалению, мы им вообще не пользуемся. Мы часто критикуем за то, что мы не ведем переделы нефти, а просто из трубы ее качаем, потому что нас не пускают на этот рынок. А вот скажите, а чем вызвано то, что мы практически не пользуемся кроссполярными маршрутами, не пользуемся цепочкой Азии, Северной Америки, Азии, Европы? Ведь обойти нашу страну они не могут. А вместо этого мы видим, что продаются пролетные часы, причем большая часть идет средств-то не в бюджет. Поэтому здесь и госзаказ для развития нашего авиапрома, здесь и собственные компании. Это валютная выручка, которая кратно превысит в долларах, кратно, в миллиардах в долларах. Что думает делать в этом направлении министерство, чтобы изменить ситуацию? Спасибо за вопрос, уважаемый Сергей Михайлович. Я, кстати, думаю, что основное богатство нашей страны – это все-таки люди. Хотя, конечно, выгодное географическое или даже, я бы сказал, геополитическое положение России, оно является ее конкурентным преимуществом в сегодняшнем мире. И что касается кросс-полярных маршрутов, то мы не просто видим увеличение авиапотока по этим направлениям, но существенное, превышающее рост авиационного потока по всем другим направлениям. Поэтому мы активно обустраиваем наши кросс-полярные трассы непосредственными средствами организации воздушного движения и контроля за воздушным пространством, строим современные, в том числе без использования труда людей в автоматическом режиме и радиоактивационные станции, и новые современные центры. Один из таких был не так давно введен в Магадане. И все больше и больше получаем средств от использования и эксплуатации именно этих кросс-полярных трасс. Кстати, эксплуатируют ее в основном не наши компании, хотя грузовики там налетают, в Волгоднепр, но в большей степени это корейские, японские компании, американские, которые летают в страны Юго-Восточной Азии через Северный полюс. И мы оказываем соответствующего рода услуги, и эти услуги суммируются в той сумме экспорта транспортных услуг, о которых я сказал в своем докладе, 14 миллиардов, что превышает дохода от экспорта угля, то есть исчерпаемому ресурсу, а это оказание услуг, которые не связаны с использованием полезных ископаемых нашей страны, и минеральных удобрений. Поэтому наша транспортная отрасль активно использует свое геополитическое и географическое положение, и как в кросс-полярном, так и в других направлениях, коридорах Запад-Восток и Север-Юг, оказывает соответствующие услуги другим иностранным транспортным компаниям. Спасибо. Спасибо. Малашенко Виктор Александрович. Уважаемый Максим Юрьевич, скажите, как Министерство транспорта Российской Федерации оценивает эффект отведения невозвратных тарифов на билеты, и как в этой связи подешевели билеты на самолеты? Спасибо. Спасибо, Виктор Александрович, за Ваш вопрос. Я уже частично остановился в своем докладе, что именно это позволило создать устойчивую авиакомпанию, так называемую лоукостер или дискаунтер, аффилированную с нашей компанией Аэрофлот. Это компания Победа, которая буквально в первый год начала своей работы перевезла рекордное количество пассажиров для такого типа лоукостеров, 3 миллиона человек, которые купили дешевые билеты, и стала пятой по величине авиакомпании нашей страны. Всего за один год, а сейчас она существенным образом нарастила свои полеты не только внутри страны, но и за рубежом. И в среднем билеты этой авиакомпании по соответствующим направлениям стоили на 60% дешевле, чем другие авиабилеты, что, конечно же, потянуло, что называется, рынок вниз. И если говорить о росте, ну не росте, а движении авиационных тарифов в рамках прошлого года, то их рост был существенно меньше, чем инфляция. А значит, с экономической точки зрения, фактически это было снижение цен на авиаперевозки. И здесь этот закон, который был принят в том числе и при вашей поддержке, за что я еще раз благодарю вас, оказал самое серьезное влияние. Вот еще один закон надо принять по 10-километровой норме багажа. И тогда это будут окончательные, так сказать, комплексные меры, которые позволят нашим лоукостерам эффективно конкурировать с аналогичными иностранными компаниями. Спасибо. Спасибо. Матханов Иринча Эдуардович. Ошибка. Не было вопроса. Не было. Красильников. Это Сердюк. Михаил Иванович Сердюк, пожалуйста. Спасибо. Максим Юрьевич, конечно, нельзя не отметить ту положительную динамику по строительству и приведению нормативного состояния федеральных дорог. Честь вам и хвала. И если все министерства так работали, то наши люди жили в другой стране. Ну вот, чтобы к 2019 году все-таки закончить эту работу и довести нормативное состояние, надо решить как минимум одну серьезную проблему, о которой президент Владимир Путин сказал на госсовете. Это, по сути, монополизация рынков инертных материалов, это завышенные цены и так далее, тому подобное. Были даны ряд поручений, и хотелось бы узнать, что сделано вашим ведомством, и что еще необходимо сделать для того, чтобы мы все-таки разрешили эту ситуацию, и вот эти генералы песчаных карьеров умерили свои аппетиты, и удалось бы нам раздробить щебеночную мафию. Спасибо, уважаемый Михаил Иванович, и за вашу оценку, и за ваш вопрос. Действительно, такая тема звучала в рамках Президиума Государственного Совета, проводимого президентом Российской Федерации. К сожалению, не все здесь зависит именно от нашего министерства, транспорта в решении вопроса об упрощении и облегчении процедуры передачи крупным генеральным подрядчикам карьеров вдоль реконструируемых и вновь строящихся трасс. И хочу отметить, что такой закон, если не ошибаюсь, еще в июне прошлого года прошел первое чтение в Государственной Думе. Поэтому здесь уже во многом это зависит в том числе и от вашей поддержки и скорой работы над дальнейшим продвижением этого законопроекта. Насколько мне известно, сейчас он находится на экспертизе в Государственном правовом управлении, очередная редакция. Давайте вместе его будем ускорять, потому что это действительно важно. Пока приходится работать в ручном режиме, в том числе и при строительстве таких проектов, как трасса М-11, центральная кольцевая автомобильная дорога совместно с Московской областью. Мы вот буквально, так сказать, помогая подрядчикам удешевить стоимость песка, он достаточно дорогой, более 600 рублей закуп здесь, выискиваем карьеры в нормальной транспортной доступности от строящихся направлений. Призываю всех как можно скорее принять этот действительно очень важный закон, который поможет нашим дорожникам еще дешевле строить наши дороги во всех регионах нашей страны. Спасибо. Спасибо. Сапожников Николай Иванович. Уважаемый Максим Юрьевич, я внимательно послушал Ваш бодрый рапорт об успехах в отрасли, но с оценками с Вашими я не соглашаюсь. Наверное, успехи во многих случаях мнимы, но все-таки снижение и грузоперевозок, коммерческих и пассажирских перевозок, 2,5 процента, это очень существенный недостаток, но это оценочное, так сказать. Я думаю, что в выступлениях о фракции скажут. Но особенно меня поразила цифра, то, что Вы за год построили целых 55 километров барьерных ограждений. И сколько же сотен лет потребуется нам, для того, чтобы привести, оборудовать этими барьерными ограждениями хотя бы федеральные трассы? Сколько у нас сейчас оборудовано и сколько еще осталось? Потому что наличие барьерных ограждений, это же и безопасность, как говорится, очень серьезный фактор влияет. Поэтому хотелось бы получить на этот вопрос. Стратегии развития отрасли занимают платные дороги. У нас сегодня какой-то перекос возник. Дороги построены великолепные, но они пустые, платные. А те бесплатные, они просто переполненные. Спасибо, Николай Иванович. Пожалуйста, Маким Юрьевич. Давайте начну сначала с первого вопроса. Ведь транспорт, уважаемый Николай Иванович, это сфера услуг. И он работает настолько, насколько это необходимо экономике и гражданам. И если экономика сжимается, а 2015 год был кризисным, соответственно, потребностей в перевозке грузов и людей возникает меньше. И при этом, наверное, все заметили, я об этом тоже сказал в своем докладе, транспорт обеспечивал стабильную и бесперебойную работу. Значит, справлялся со своими задачами. Хоть и в меньшем объеме, на 2,5%, но не везде. Железнодорожная погрузка, например, почти не упала. Экспортная составляющая морских портов выросла на 6%. Авиаперевозки по внутренним региональным линиям на 14%. Поэтому там, где было необходимо, мы нарастили эту мощность и справились с этой задачей и, в общем-то, вызовом, как это было по ряду направлений. Поэтому здесь, конечно же, мы видим, что и наше дорожное строительство, несмотря на высокие темпы, все-таки 64%, мы успели привести за этот период действия восстановления, восстановленных дорожных фондов, нормативное состояние. Мы видим, что необходимо и дальше наращивать. И оставшиеся 30% — это как раз задача на ближайшие 2-3 года до 2019 года. При этом, конечно же, вопросы безопасности и установки барьерных ограждений остаются на приоритетном месте. 55 километров — это только в рамках программы безопасности. В рамках строительства новых дорог, а их 420 километров, из них 50 километров скоростных, мы сделали, естественно, там всё по нормативам, и там это барьерное ограждение уже входило в состав проектов. Там, где дороги существовали, мы их реконструировали, и где это было возможно, мы дополнительно вот это барьерное ограждение устанавливали. Только поймите, что не везде, к сожалению, у нас большая часть федеральных трасс находится в двухполосном исполнении, и между ними барьерное ограждение не установишь, иначе любая авария заблокирует эту артерию. Поэтому барьерное ограждение можно устанавливать только там, где 4 и более полос. Таких дорог у нас, к сожалению, не так много. Но, опять же, совместно с субъектами Российской Федерации и экономия средств, и доводя инновационные технологические решения до дорожной отрасли, мы с прошлого года начали активно применять такой вид, как тросовое ограждение. Это видно и в Москве, и в ряде других регионов нашей страны. И здесь такая облегчённая форма тоже существенным образом влияет на безопасность. Как я уже приводил данные, более 10% снижения смертности, более 7% на федеральных дорогах снижения в целом ДТП. Да и вообще на всех дорогах нашей страны мы впервые сделали такой, ну, ещё не прорывной, но шаг вперёд, снизив смертность с 28 тысяч человек, погибших в год, до 20 тысяч. Минуту добавьте. Всё, спасибо. Черкасов Кирилл Игоревич. Спасибо, Иван Иванович. Уважаемый Максим Юрьевич, Вы хорошо знаете, какой резонанс среди сельхозпроизводителей вызвал вопрос, касающийся установки томографов на автотранспорт. Было написано много писем и обращений. После соответствующего поручения президента России с задержкой Минтрансом были внесены изменения в приказ. Вместе с тем редакция приказа по меньшей мере вызывает недоумение у аграрного сообщества и у нас. Мы, в принципе, не решаем вопросов, которые обозначали, так как привязка грузов к регистрации транспортного средства в муниципальном районе может вызывать очень серьёзные нарушения, в том числе и коррупционной составляющей. В избежание двойного толкования и коррупционной составляющей нами было предложено распространить действия приказа не в пределах района, а в пределах субъекта Российской Федерации. Готовы ли Вы вернуться к рассмотрению указанного вопроса и внести соответствующие поправки? Кирилл Георгиевич, спасибо за вопрос. Во-первых, сразу хочу сказать, что соответствующий приказ Министерства транспорта принят и зарегистрирован в Министерстве юстиции. В соответствии с ним такая перевозка сельскохозяйственной продукции, вернее автомобилями, перевозящими сельскохозяйственную продукцию, кстати, не без томографов, они нужны в большей степени для головы, а вот тахографы нужны для безопасности дорожного движения. Она как раз предусмотрена между муниципальным районом и другими муниципальными районами, которые прилегают к тому, где зарегистрировано данное транспортное средство. Этот приказ прошел процедуру широкого обсуждения не только на площадке Государственной Думы, но и, соответственно, с другими органами исполнительной власти, в том числе с ГИБДД и в правительстве Российской Федерации. И было принято консолидированное решение. Это продукт нашего коллективного компромиссного обсуждения, который сегодня уже зарегистрирован и действует как нормативно-правовой акт. Поэтому давайте посмотрим, как он будет работать, ну а в дальнейшем по итогам этого анализа и мониторинга, возможно, будем обсуждать какие-то иные решения. Спасибо. Спасибо. Афонский Владимир Игоревич. Владимир Игоревич, я думаю, что самая основная и действенная мера, которая была принята по решению правительства Российской Федерации в прошлом году, это передача ГУП «Крымские железные дороги» на федеральный уровень. И в структуре Министерства транспорта Федерального железнодорожного агентства «Рожелдор» сформировано отдельное федеральное государственное унитарное предприятие «Крымские железные дороги», где назначен руководитель, и теперь всю ответственность за деятельность железнодорожного комплекса Крымского федерального органа несут федеральные власти. Спасибо. Красильникова Ольга Константиновна. Максим Юрьевич, добрый день. У меня вопрос из Владимирской области. 15 июля 2016 года вступает в силу 34 статья 220 ФСЗ об организации регулярных перевозок, пассажиров и багажа. В соответствии с третьей частью данной статьи предусматривается запрет в отношении владельца объекта транспортной инфраструктуры на навязывание перевозчикам транспортных услуг, в которых они не заинтересованы. В связи с этим представляется, что отсутствие конкретного перечня обязательных услуг, оказываемых автовокзалом перевозчику, может привести к банкротству вокзалов, так как у перевозчика появится возможность отказа в оплате услуг автовокзала, в том числе и по продаже кассовых билетов. Скажите, пожалуйста, уточните сроки принятия соответствующих нормативных правовых актов, и если это невозможно, определите планы по нормативному регулированию данных вопросов. Спасибо. Спасибо, Ольга Константиновна, уважаемая, за такой вопрос. Он достаточно узконаправленный, но, если я не ошибаюсь, вступление в силу нормы этого закона намечено на 1 июля 2016 года. Таким образом, Министерство транспорта разрабатывает сейчас всю необходимую нормативно-правовую документацию. В соответствии с установленным порядком она проходит экспертизу, оценку регулирующего воздействия, согласовывается с другими федеральными органами исполнительной власти, и когда соответствующие приказы будут подписаны, они будут направлены на регистрацию в Миниюст, ну а если это будут постановления или распоряжения правительства Российской Федерации, то вступят сразу. Постараемся успеть до, естественно, вступления этой нормы в силу, то есть до конца второго квартала текущего года. Спасибо, Максим Юрьевич. Переходим к выступлениям представителей фракции. От фракции КПРФ выступает Андрей Анатольевич Андреев. Уважаемый Иван Иванович, Максим Юрьевич, Валерий Николаевич. Сегодня мы вслед за прошедшей вчера коллегией Минтранса подводим итоги работы транспортной отрасли за год. Максим Юрьевич достаточно подробно описал достижения, следует согласиться с ними, чтобы действительно многое удалось. Наверное, можно было бы сделать и больше, но мы знаем, каким непростым был прошедший год. С учетом этого, полагаю, что работу министерства необходимо оценить положительно. Тем не менее, остановлюсь на вопросах, которые возникли в ходе доклада министра. Обращать на себя внимание то, что хорошее делается, но иногда делается с опозданием. Так говоря о печально известной всем ситуации с пригородным железнодорожным транспортом, вынужден отметить, что министерство практически безучастно наблюдало за тем, как умирает пригородное сообщение, до тех пор, пока в ситуацию не вмешался президент. После этого Государственная Дума приняла нулевую ставку НДС, и лишь потом министерство начало активно проводить совещания и нормализовывать ситуацию. Понимаю, что проблема упиралась и в Минфин, и в регионы, но все-таки это зона ответственности Минтранса, во всяком случае де-факто. Не до конца проработан вопрос доступности транспортной сферы для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями. В авиации на железной дороге – да, а на автомобильном транспорте – увы, нет. Есть много примеров того, как после вступления закона в силу распоряжения готовились месяцами, а деньги недоосваивались, о чем говорила счетная палата. По-прежнему необоснованы высокие цены на авиабилеты. Государственная Дума постоянно расшивает воздушный кодекс, идет навстречу отрасли, уменьшает издержки, но где снижение НДС на внутренних перевозок до 0%, где контроль за стоимостью керосина, аэропортовыми сборами – все это влияет на стоимость билета, и министерство обязано добиваться контроля над этими составляющими цены. Да, производится реконструкция аэропортов, однако некоторые стройки затянули. Ситуация с Петропавловско-Камчатском, во всяком случае, уже неадекватна. Да, запустили лоукостер «Победа». Он успешно освоил европейскую часть России, уже полетел за рубеж, но что мешает запустить «Победу» в Сибирь и на Дальний Восток? Если нужна наша помощь, то, пожалуйста, мы готовы. Автомобильный транспорт. Его обложили уже со всех сторон. Автомобилисты должны поставить тахографы, приобрести ГЛОНАСС, они платят транспортный налог, они акциз на ГСМ, который недавно повысили, фактически они оплачивают утилизационный сбор, платят за разрешение проезда, оплачивают городские парковки, теперь еще стали платить за систему Платон. Ведь это же, согласитесь, не самый прибыльный бизнес. Кстати, о транспортном налоге. Понимаю, уважаемый Максим Юрьевич, что это не совсем к вам вопрос, но все-таки автомобилисты ждут от вас защиты. Транспортный налог в таком виде ложится очень тяжелым бременем на граждан. И в заключении о наболевшем, о дорогах. Безусловно, большое завоевание Минтранса мы можем считать, что ввели наконец-то нормативы. Но надлежащего контроля, увы, нет. Сплошь и рядом нарушаются технологии, сколько раз из этой трибуны говорили, а все равно асфальт продолжают класть и в грязь, и в снег. И так продолжается. Во всем мире уже норма дорожного покрытия существования 10 лет, а то 12 и 18. У нас же мы еле приближаемся к 6. Много говорится о контрактах жизненного цикла, но что-то не слышно о широком их исполнении. Хотя нужно признать, что наряду с архаичным и зимним ремонтом, Министерство уделяет особое внимание инновационному и научно-техническому аспекту развития отрасли. Сегодня транспортный комплекс является крупнейшим потребителем космических технологий. Систем связи, навигации, дистанционного зондирования Земли. Реализация мероприятий ГЛОНАСС в сфере транспорта позволяет создать в России новую высокотехнологичную навигационную отрасль. Это очевидный факт, с которым сегодня никто не может поспорить. Достижения этих результатов были бы невозможны без системной реализации научно-технической и образовательной политики, без высшей школы, без транспортных вузов. Они сейчас находятся в стадии противоречивого реформирования. Прошу вас внимательно и аккуратно отнестись к вопросу реформирования и слияния отраслевых вузов. Ну и в заключении Максим Юрьевич, конечно, о Крымском мосте. Разумеется, здесь все за, никаких сомнений быть не может. И я думаю, что я выражу пожелания всего зала вам в конце 2018 года при открытии моста по старой традиции уверенно стоять под ним в лодке. Удачи. Спасибо. От РАКС ЛДПР выступает Александр Сергеевич Старовойтов. Коллеги, пока Александр Сергеевич идет, я убедительно всех прошу не отвлекать министра во время выступления представителей фракции. Ему нужно слушать эти выступления. Уважаемый Иван Иванович, уважаемый Максим Юрьевич, уважаемые коллеги, ну видите, я вышел, конечно, с бумагами, но не для того, чтобы читать по бумажке, потому что фракция ЛДПР, пожалуй, единственная фракция в Государственной Думе, которая весь вопрос по транспорту прочувствовала не только и здесь, но, наверное, уже и здесь. Ведь только мы, Максим Юрьевич, и вы, наверное, очевидец этому, только мы, фракция ЛДПР, говорим более 25 лет о том, что в Российской Федерации должна быть транспортная экономика. Без транспорта мы ничего не выстроим. У нас огромные территории, территории, на которых мы могли бы зарабатывать деньги. Еще 30 лет назад наши российские, советские, в тот момент ученые сказали о том, что может существовать мемотранспорт, который за считанные часы будет пересекать, переводить грузы через территорию Российской Федерации, нынешней Российской Федерации. Вопрос пока и ныне там, вопрос не решается, хотя мы прекрасно знаем, что Российская Федерация теряет эти деньги, и, несмотря на все ваши усилия, эти усилия действительно есть. Но ваша работа видна в настоящий момент в рамках стратегических интересов страны, в рамках экономических побед, которые мы получим через 5, через 10, через 20, через 30 лет. Но мы говорим сейчас устами наших избирателей. А уста наших избирателей, которые выходят из дома, выходят из своих квартир, садятся в общественный транспорт, передвигаются на работу, садятся в поезда, садятся в электрички, ездят по нашим дорогам. Уста наших граждан говорят о том, что Министерство транспорта не работает. Они не понимают, что есть полномочия, они понимают, что есть главный человек в стране, который называется министр транспорта, и он, если у нас плохая дорога, если у нас плохие маршрутки, должен отвечать за всё. Они не понимают даже, что есть разделение законодательной власти, исполнительной. Люди подходят к вопросу просто, и каждый вопрос негативного характера задают нам. Поэтому, Максим Юрьевич, вы извините, пожалуйста, на то, что несколько даже нервозный и волнительный тон с нашей стороны, но поверьте, столько, сколько мы выслушиваем в качестве дорог, о самолётах, о транспорте в целом, ну это уже просто уму непостижимо. Начнём с авиации. Очень жалко, что мало времени. Не так давно представитель Следственного комитета Бастрыкин сказал о том, что необходимо создать единый орган управления. Замечательно. Более 20 с лишним лет Владимир Жириновский поднимает об этом речь. Я даже не знаю, сколько раз уже поднимал, сколько раз я с трибуны выступал. Сейчас в Министерстве транспорта, Департамент государственной политики, который отвечает за гражданскую авиацию, есть Росавиация, исполнительный орган, есть Ространснадзор. Что предлагаем мы? Хорошо, пусть это будет не формат конкретно Министерства гражданской авиации, как это было в советский период и Госавианадзор, который контролировал процедуру. Пусть это будет Росавиация, единственный исполнительный орган. И функции по расследованию всех авиационных происшествий, которые сейчас находятся у МАКа, передать Ространснадзору. Зарплата сотрудников Ространснадзора, ему писали, в Кремль писали, в Белый дом писали. Ну как люди могут, занимая такие важные посты, которые отвечают, по сути дела, за безопасность. Да, и на их плечах лежит ответственность за то, что происходит, ассоциационная отрасль получает зарплату по 10-12 тысяч рублей. Это же уму непостижимо. ВОЗ, она не там. Сотрудники Росавиации тоже получают нищенско-малую зарплату. В центральном аппарате, может, чуть побольше, но территориальное управление, извините, просто оставляет желать лучшего. МАК, что за структура? В течение 20 с лишним лет, МАК, созданный в начале 90-х годов, сама занималась сертификацией и сама же занималась тем, что расследовала авиационные происшествия. Ну вот это кому это надо? Благо сейчас сертификацию отозвали у МАКа, но тем не менее мы считаем, что такая структура вообще существовать не должна. Просто гнать, извините, метлой, поганой, говорю языком экспертов, которые работают в этой отрасли. Про ВУЗы транспортные мы делаем на этом достаточно серьезный акцент. Действительно проводятся огромные работы, но тем не менее, по мнению экспертов, эксперты направили письмо на имя Сергея Евгеньевича Нарышкина, насколько мне известно, о том, что сейчас пытаетесь создать единый отраслевой ВУЗ, куда войдет в этом же случае и отраслевые авиационные ВУЗы, но они считают, что это последует за этим только развал того образования, которое сейчас получают наши летчики гражданской авиации. Вот непосредственно хотелось бы тоже сказать вам, 139-й приказ Министерства транспорта про ночные перелеты. Огромное количество авиационных компаний просто издевается над пилотами, потому что ставим им приход на работу без 5-10, ночные длительные полеты, люди просто изнасилованы фактически. Как они могут следить за безопасностью наших граждан, находясь вот в таком вот, извините, состоянии. Про тахограф сегодня был разговор. Послушайте, единственная страна Российской Федерации, где тахограф до сих пор не признан измерительным прибором. Благо, вот здесь за что благодарю, работу, которую сейчас проводит Министерство транспорта в качестве, и в частности, Николай Анатольевич Асаул, порученный ему этот вопрос. Сейчас мы занимаемся этой работой, опять же, по инициативе фракции ЛДПР. Общественный транспорт убитый. Тематика по такси. Сколько раз поднималась она здесь в Государственной Думе. Агрегаторы передают заказы нелегальным водителям. Мы уничтожили рынок такси за эти 4 года. Вот что мы, собственно говоря, имеем. Очень жалко, что мало времени. Большое спасибо, Максим Юрьевич. Спасибо. От тракции «Единая Россия» выступает Евгений Сергеевич Москвичев. Александр Сергеевич, думаю, что вам чаще надо ходить на комитет. Тогда не будет таких вопросов, которые вы сегодня задаете. Уважаемый Иван Иванович, уважаемый Максим Юрьевич, уважаемые коллеги. После предыдущего выступления в Государственной Думе министра транспорта Максима Юрьевича Соколова прошло почти полтора года. Срок по нашим временам значительный. Комитет по транспорту отмечает, что в деятельности Министерства транспорта России за этот период было сделано действительно много. Почти все отрасли транспорта достигли значительных успехов или, как минимум, в сложных условиях сохранили достигнутый уровень, который был не во время кризиса. Действительно, снижение есть, авиация на 1%. Но никогда в истории не было, чтобы на такой процент внутренние российские перевозки были востребованы. И самое основное, что автомобильный транспорт всегда поднимался на 12-15%, а сегодня выше внутренние авиационные перевозки. Увеличится мощность морских портов, успешно развивается инфраструктура железных дорог. И хочу сказать, что действительно, даже морские порты сегодня перешагнули тот объем, который был в советское время. И это говорит о том, что еще они не в полную нагрузку работают. И мы с вами сейчас имеем в Государственной Думе закон, который позволит еще раз увеличить минимум на 10-15% работу морских портов. В сфере пригородных железнодорожных перевозок сегодня говорят почти все, что там есть вина Минтранса, есть вина в том, что не вовремя обратили на это внимание. Уважаемые коллеги, мы с вами здесь неоднократно говорили о том, что финансировать надо железные дороги с федерального бюджета не менее 40 миллиардов. Но когда мы не находили эти деньги, то мы не могли с вами сказать, что объем финансирования с регионов должен увеличиться. Министр приводил здесь цифру, что вместо 12 миллиардов они могут перечислить только 9. И на протяжении трех лет субъекты Российской Федерации не поднимают тариф больше, чем инфляция. И поэтому то, что он приводил здесь на комиссии принято, то я вам хочу сказать, что в этом году ни один регион не увеличит дотацию больше, чем 3-4% вот этой инфляции. Поэтому то, что сегодня делается на железной дороге в Министерстве транспорта, я хочу сказать, делается с пониманием, но недостатки они всегда были и есть. Потому что сегодня в субъектах, к сожалению, нет программы комплексного транспортного развития. Что это такое? Это регион должен у себя принимать программу, какой процент населения возить автобусом, троллейбусом, трамваем, пригородным железнодорожным транспортом или речным транспортом. И поэтому на комиссии принято решение, вот о чем говорил Максим Юрьевич, что все регионы должны иметь такую программу, защищать ее, и дальше будем видеть, как будет развиваться сегодня именно железнодорожная перевозка. Но хочу сообщить вас, нас радует, что те законы, которые приняты нами здесь 0%, 10%, деньги, которые сэкономлены сегодня железной дороги, идут на покупку современных, подчеркиваю, наших электричек. И те электрички, которые по 20-25 лет, думаю, вот-вот их не будет. И наши пассажиры получат электрички, которые делаются сегодня на территории России, и наша промышленность их делает и развиваются. И это большой плюс. Да, нам говорят порой, что много сегодня на железной дороге есть пассажирских компаний, которые там расходы имеют. Но мы встречались с руководителем президента МРЖД, они сейчас делают оптимизацию не только пассажирских компаний, но и грузовых дворов, которые понимают, что груз надо возить от двери до двери. И думаю, вот-вот мы увидим совершенно другую скорость на пригородных электричках, на дальнем расстоянии. И считаю, что сегодня Единая Россия должна уже вместе с вами ставить вопрос. Мы должны рассматривать ноль НДС на дальних перевозках не только железнодорожных, но и на авиационных. Что хотел бы еще сказать, уважаемые коллеги? Я хотел бы сказать, что сегодня региональные дороги надо поддерживать. И еще раз обращаюсь к вам о том, чтобы региональные дороги поддерживать, нужно не только контроль осуществлять, но нужно туда выделять деньги. А сегодня денег всего лишь там 30%. Поэтому считаю, там должно быть 60-70, и тогда дороги будут совершенно другого качества. Спасибо, Евгений Сергеевич. От фракции «Справедливая Россия» выступает Михаил Васильевич Бричак. Спасибо, Иван Иванович. Уважаемый Максим Юрьевич, уважаемые коллеги, уважаемые депутаты. И в целом ситуацию оценивая и выслушивая все выступления, можно, наверное, даже так с удовлетворением отметить положительную динамику, положительную роль в таком непростом вопросе, как транспортный комплекс нынешнего состава нашего Министерства, Министерства транспорта. Конечно, транспортная инфраструктура у нас с вами для такой страны, как Россия, значительно больше, как транспортная инфраструктура. Это не только обеспечение экономических связей, социальных вопросов, гуманитарных задач. Это устройство государственной системы, устройство нашей федеративной государственности, которая вот этим транспортным основанием, транспортным скрепом обеспечивается в своей целостности, в своей внутренней интеграции экономической, социальной, гуманитарной. Поэтому вдвойне приятно, что такие оценки, положительная динамика последних лет Министерства транспорта отмечается. Тем не менее, в таком вопросе огромном, как транспортная инфраструктура, конечно, есть сложные и трудно решаемые задачи. Можно говорить о том, что сейчас мы не в полной мере реализовали все свои возможности в транзитном потенциале. Конечно, транзитный потенциал содержит в себе значительно больше для нашей страны возможностей и для транспортной инфраструктуры, и для экономики в целом, и для нашего присутствия и в Азиатско-Тихианском регионе, и в европейской части, поскольку связывающие эти две огромные экономические территории, мы могли бы значительно больше получать с этого интересов, дивидендов и положительных эффектов. Конечно, над этим еще стоит работать. И тут, наверное, Максим Юрьевич, на тот момент, когда мы запланировали встречу комитета с вами, с министром, мы подготовим вопросы, которые касаются и организации портов. С нашей точки зрения, не все там сделано для того, чтобы и здоровая конкуренция, и объективность тарифной политики участников и обработки судов и инфраструктуры была на уровне тех же законов, которые и постановление правительства, которые в этой части приняты. Крымская тема. Конечно, она одна из основных, и здесь уже звучало, поскольку эти территории оказались еще не в полной мере по понятным причинам интегрированы в нашу транспортную инфраструктуру и в целом, и в экономическую и социальную систему. Здесь очень важно, наверное, увидеть механизмы коммуникаций, которые свойственны и которые приоритетными могут быть для полуострова. Мне приходится там по определению задач, которые мне были поставлены, там много работать, и совершенно очевидно, что сегодня следует обратиться к вам за поддержкой по вопросу создания собственной авиакомпании в Республике Крым. Дело в том, что загрузка инфраструктуры туристической, курортной, она во многом зависит от транспортных пассажирских потоков, которые регулируются компаниями по мере загрузки этих маршрутов. Естественно, они не следят за тем и не беспокоятся о том, насколько заполняется, а собственная компания могла бы учесть и эти сборы от заполняемости и побочные доходы, которые могут в так называемый несезон осуществляться. И в этой части мы будем, Максим Юрьевич, выходить к вам с этим предложением о поддержке. Причем эта инициатива, эта концепция не требует никакой государственной поддержки в части финансов, ни какой государственной, ни субъектовой, ни федеральной финансовой поддержки. Конечно, я сейчас скажу, может быть, вещь, над которой можно улыбнуться, но это может стать точкой, от которой начнется подготовка и в дальнейшем уверена реализация высокоскоростной магистрали на Крым. Конечно, важен тот проект, который мы обсуждаем показания. Конечно, он уже прошел очень серьезные этапы, но абсолютно уверен, что мы к высокоскоростным магистралям обязательно придем, мы на это обречены. И я думаю, что полуостров Крым со всем комплексом вопросов, которые требуют того, чтобы коммуникации были максимально интенсивными, максимально эффективными и удобными и по пассажиропотокам, и по грузопотокам, я думаю, что такая идея крымчан, она не лишена перспективы и уж точно обоснована. Спасибо за работу. Еще раз скажу, что положительная динамика отмечена, и это приятно сказать. Спасибо. Спасибо, Михаил Алексеевич. Аксимир Ильич, пожалуйста, Вам слово. Спасибо, уважаемый Сергей Евгеньевич, уважаемые депутаты Государственной Думы. Я в первую очередь хочу поблагодарить за то внимание, которое Вы уделяете сегодня рассмотрению вопроса о транспортном комплексе нашей страны, перспективах его развития. Хочу поблагодарить за ту конструктивную критику, которая прозвучала и в Ваших выступлениях, выступлениях фракций, Ваших вопросах и выступления аудиторасчетной палаты. Позволю себе, наверное, на некоторые из них вкратце ответить, хотя, конечно же, развернутые позицию Министерства транспорта, наших агентств, федеральной службы и других подведомственных компаний мы готовы будем предоставить на все вопросы, которые поступили или не были заданы по итогам правительственного часа с голоса, но поступят в письменном виде. Но все-таки несколько слов в отношении заключения счетной палаты. Здесь, конечно, мы в конструктивном режиме находимся с нашими коллегами и постоянно ведем диалог не только, естественно, публично, но и, что называется, в кабинетах, разбирая каждое из тех замечаний, которые нам предъявляются, с которыми мы в большей части согласны. Ну, все-таки буквально два-три слова, неисполнение 30 миллиардов из одного триллиона федерального бюджета, это же деньги никуда не пропали, они просто, как и предусмотрено, в первую очередь, идеологии Дорожного фонда, чтобы не класть действительно асфальт в снег, была возможность перенести, не сгорая эти деньги, на следующий год. И в основном эти 30 миллиардов, которые составляют всего 30% от бюджета Министерства транспорта, большого бюджета, почти триллиона рублей, это в основном субсидии субъектам федерации, которые действительно их не использовали, и очень хорошо, что не использовали, потому что потом бы пришлось переделывать. Что касается неиспользованных субсидий на авиаперевозки, там действительно сумма порядка 700 миллионов рублей по прошлому году, и, казалось бы, надо бы поддерживать, но я могу сказать, что здесь чисто техническая, что называется, трактовка этого вопроса, потому что это деньги, которые должны были быть перечислены компанией Transair за реально перевезенных пассажиров в рамках программ субсидирования перевозок с Дальнего Востока, ну и в целом по стране. Но поскольку компания Transair у нас оказалась банкротом на конец года, по положению деньги из федерального бюджета, ей, пока она не рассчитается по налогам, выделяться не могут. И естественно, то есть люди реально были перевезены, ну ей или уже впоследствии компании Aeroflot, а возмещение или субсидию за эти перевозки получить было невозможно. Ну и, соответственно, поскольку это конец года, то перекинуть эти деньги на другую статью тоже было нельзя, вот это легко объясняется. Что касается проектов инвестиционного фонда, ну хочу отметить, что у нас инвестиционного фонда уже давно нет, он, что называется, по Чилу-Базе, но те проекты, которые я обозначил, в том числе в своем выступлении, это и Лосево-Каменогорск, и Нарыно-Лугакан, и, кстати, последний из Магикан, это проект строительства мостового сооружения через реку Кама, Кама-Камбарка в республике Удмуртия. Там везде у нас открыто рабочее движение, и на Карельском перешейке Ленинградской области обеспечен проезд, и в Забайкальском крае, ну и в этом году открывается Камбарка, поэтому жалко, что у нас такого инструмента в совместной поддержке инфраструктурных проектов больше нету. Как раз мы систему Платон и затачиваем под примерно эти же самые цели. Теперь, что касается Фонда национального благосостояния. Да, все проекты проходят технологические ценовые аудиты, и это закон, который соблюдается, и поэтому благодаря этому удалось сэкономить порядка 8 миллиардов на проекте БАМа-Трансиба, мы их направили на увеличение провозной способности. Ну а средства, которые были доведены и использованы только в конце года, по решению правительства доводились скорее до банковской системы и лежали там, в банках, чтобы обеспечить ее стабильность в кризисный 2015 год. Поэтому тоже легкое объяснение. Теперь по результатам выступлений представителей фракции. Конечно же, цены хотелось бы, чтобы и новые билеты, и на все перевозки были бы дешевле. Но за ценами в первую очередь у нас должен следить ФАС. Мы, конечно, включаемся в этот процесс и делаем все возможное, чтобы такие проекты, как дискаунтер вместе с вами, уважаемые депутаты, тоже были реализованы в нашей стране. Давайте и дальше будем вместе следить за ценообразованием. По пригороду было много вопросов, справедливой критики. Они действительно, что называется, включились, когда уже жареный петух клюнул, но без денег-то поддержать невозможно было. Вот не мог ни федеральный бюджет, ни Государственная Дума найти те 40 миллиардов. Нашли, и слава Богу, и прошу вас, и в дальнейшем очень внимательно следить, как представители субъектов регионов, за тем, чтобы регионы в соответствии с 184-м законом выполняли свои обязательства. Теперь несколько слов об объединении наших вузов в Единый транспортный университет. Добавьте полминуты, Магдир, завершайте. Это поручение президента Российской Федерации. И хочу отметить, что здесь нет в Московском университете авиационном специальностей, связанных с пилотами, здесь не готовят, поэтому пилотская подготовка ни в коей мере в соответствии с требованиями ИКАУ не повлияет. А предыдущие два года у нас были самыми безопасными. Постучу по дереву, потому что ни одной аварии или катастрофы на регулярных авиалиниях у нас, к счастью, не было. Те, что были, связаны с незаконным вмешательством в деятельности транспорта. Обещаю, будем так держать и в дальнейшем, чтобы транспорт соответствовал вашим ожиданиям. Спасибо. Спасибо. Благодарю вас за чёткий доклад и за подробные ответы на все вопросы. Желаю вам и вашим коллегам успешной работы. Спасибо большое. Коллеги, у нас пару минут. Мы продолжим обсуждение шестого вопроса. Есть ли вопросы по докладу и содокладу? Нет? Желающие выступить? Нет. Есть. Прошу записаться на выступление. Включите режим. Спасибо. Объявляю перерыв до 16.00.